Почетные гости, поздравления и торжественная атмосфера. Самый молодой медицинский университет страны отмечает 30-летие. В такой день нельзя не вспомнить историю и тех, с кого все начиналось. Накануне съемки мне в руки попал вот такой вот уникальный архивный снимок. Он был сделан в 91-м году во время первого вступительного экзамена в медицинский университет. К сожалению, установить личность героини этой фотографии мне не удалось, однако среди экзаменаторов легко можно узнать первого ректора университета Юрия Бандажевского. Гомельский медуниверситет открывали в первую очередь из-за острой нехватки кадров для наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы территории Гомельской и Могилевской областей. Этот период совпал с формированием суверенной Белоруссии и тяжелой экономической ситуации. Общежития не было. Первое, это об здраво нам выделил половину своего общежития медучилища. И мы арендовали, наверное, 20, я думаю, общежитий разных, где по 5, по 10 человек в рабочих общежитиях жили наши студенты. И вот первые компьютеры, такие настоящие компьютеры, это с университетом Нагасаки. Они нам вот в этой ситуации помогли очень здорово. Ну, дальше учебники начали сами печатать, закупаться учебники. Лучшие медики со всей страны переехали в Гомель, чтобы готовить новое поколение докторов. Гомельский вуз называют наиболее практикоориентированным. Он имеет тесную связь с клиническими базами и собственную лабораторию с роботами-симуляторами. Сейчас в ГГМУ работает более 400 преподавателей, которые готовят студентов на пяти факультетах. Буквально две недели назад открылась кафедра анестезиологии и реаниматологии. Осваиваются дистанционные цифровые технологии в медицине. Со временем вуз стал известен и на международной образовательной арене. Гомельский медицинский университет выпустил более 800 зарубежных специалистов из 35 стран мира. Одни из самых многочисленных студентов из Индии. Поэтому поздравить вуз с юбилеем приехал и чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Медицинское образование здесь дают хорошее, достойное качество по разумной стоимости. Многие молодые люди у нас хотят стать врачами, а соответствующих университетов у нас в стране недостаточно. И они вынуждены ехать учиться за границу, если действительно хотят стать докторами. Эта традиция сохранилась еще с советских времен. Индийцы едут в страны СНГ в основном за медицинским образованием. А выпускники говорят, что довольны учебой и хорошо проводят здесь время. Поэтому новые студенты продолжают приезжать в Гомель. За 30 лет университет сделал все возможное для решения кадрового вопроса в регионе и достиг успеха в реабилитации пострадавших от ЧАЭС. Это стало возможным только благодаря команде профессионалов, клиницистов и практикующих врачей, известных ученых и уважаемых специалистов в области медицины. Они работают под девизом «Я лечу, я учу». Я искренне хочу поздравить весь профессорско-преподавательский состав Гомельского государственного медицинского университета, наших студентов, наших сотрудников и, очень важно, наших выпускников. Потому что на сегодня мы видим, что определяющую роль в стране играет медицинская служба. Это практикующие специалисты, многие из которых с гордостью говорят, что они выпускники Гомельского государственного медицинского университета. И нам приятно видеть, когда они приходят к нам в роли курсантов на курсы повышения квалификации, в роли клинических ординаторов, приходят готовить кандидатские докторские диссертации. И многие из них работают у нас в ВУЗе. Это очень и очень важно. В 2020-м перед медиками стоит не менее сложная задача – борьба с COVID-19. И здесь университет не остался в стороне. Студенты сами выразили желание отправиться в красную зону, чтобы помогать больным быстрее встать на ноги. Первая группа волонтеров уже прошла специальную подготовку и приступила к работе. Из-за эпидемиологической ситуации юбилейные торжества в ВУЗе прошли в сокращенном формате. Республиканскую научно-практическую конференцию сменил прием почетных гостей и концерт. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительный адрес студентам и преподавателям университета. За плодотворную работу и вклад в развитие медицины профессорско-преподавательский состав награжден грамотами и благодарственными письмами, а также нагрудными знаками отличник здравоохранения. Бывший ректор университета Анатолий Лызиков получил нагрудный знак имени Всеволода Игнатовского от Национальной Академии наук Беларуси. Анна Корольчук, Евгений Макенко, Новости недели.